Контрольная точка ловли нарушителей масочного режима. Утром понедельника транспортная развязка в районе остановок автобусов и трамваев. Филиал Самарской Третьяковской галереи. Уже в первый час совместной работы городской департамент транспорта, перевозчики и полиция составили административный протокол. И таких случаев с начала непрерывных проверок ношения масок в общественном транспорте с осени прошлого года насчитывается уже 418. Только за прошлую неделю оформили 16 административных материалов. Городские власти напоминают, коронавирусная инфекция болезнь номер один в нашем обществе до сих пор, поэтому санитарные меры не прекращают действовать, в их числе защита органов дыхания, а также вакцинация. Угрозу распространения новой коронавирусной инфекции никто не отменял. Требования о масочном режиме в общественном транспорте сохраняются, поэтому работа наша по контролю за выполнением этого требования, она продолжается, идет в том же режиме ежедневно и в утренние и вечерние и в межпиковое время с охватом всех видов транспорта. Мы ведем статистику, которая учитывает количество людей, у кого в крови обнаружены антитела. Это могут быть как переболевшие сотрудники, так и перенесшие бессимптомно инфекцию, а также число привитых. И у нас статистика эта варьируется от 20 до 40 процентов по различным предприятиям. Департамент транспорта, в котором уже около 80 процентов имеют антитела коронавирусу, и перевозчики заботятся о здоровье пассажиров постоянно. Салоны и вагоны моют и дезинфицируют. По первому звонку пассажиров транспорт могут еще раз обработать. Обращения граждан принимают на горячую линию и через соцсети. В том числе обрабатываются сигналы о нарушениях со стороны водителей и кондукторов. Проверяем маски, ношение масок нашими сотрудниками и пассажирами. А также проводим инструктажи с нашими сотрудниками о том, чтобы они напоминали в ходе рейса, что необходимо надевать и не снимать до окончания поездки. Пассажир достает из кармана маску и надевает ее правильно. Те, кто принципиально идет на конфликт, тогда мы вызываем сотрудников полиции, они уже урегулируют этот конфликт самостоятельно. Большинство саммарцев к масочному режиму в транспорте привыкли и считают пока эту меру крайне необходимой. Личная безопасность может быть, чтобы, ну все-таки мало ли, может человек заболел, так хотя бы все здоровыми будут ходить. У нас ситуация как бы с коронавирусом, она никуда не девается. Прирост заболеваний, он как бы продолжается, но все как-то, ну так, относятся, как бы есть и есть режим, как бы, то оденут, то не оденут, а прирост сразу продолжается. И как бы у кого-то пожилые родственники, там еще что-то, пятое-десятое, как бы, ну, коль есть, нужно соблюдать, я считаю. И, ну, пока есть, деваться-то некуда. Меньше шанс заразиться. Протоколы на антимасочников составляются в том числе, если они категорически отказываются быть во время рейса в маске, оформляют административные дела на месте, а через один-два дня все готово для направления в суд. Нарушителю грозит штраф до 30 тысяч рублей. Городские власти напоминают, задача не наказать самарцев, а предупредить, создать комфорт в транспорте и сохранить здоровье людей во время пандемии. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События.